Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова А.Семкин Корректор А.Кулакова А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Сургуту контр-атака Железнякова. Также Руднев. Вот Руднев забивает. И вновь равный счет. 25-25. Но тем не менее паузу организовал. Рудичев неплохо подал. На тройном блоке Бабкиевича атаковать. И он делает это успешно. Поле после его атаки. И 29 очка у Зенита. 29-28. Потому что замена-то уже сделана. Совершенно верно. Может быть сделана только прямая и обратная замена. И вновь выпустить игрока. Приведя третью замену нельзя по правилам. И это у Газпрома Еврея. Сейчас сохранился один видеопросмотр. Но подсказали игроки, что мяч действительно был в площадке. Раджа Абдибир, Шахбан Герзаев забивает первым темпом. Хорошей подачи. От десятого номера. Хорошая не получилась. Она зацепила сетку и стала легкой добычей для Кривиченко. Не забивает Бабкевич. Но будет повторная атака у Зенита. Вновь Бабкевич. Вот говоря о передаче. На этот раз не слишком удобная. Для него немного узко. Но хороший обманный удар. И очередной сетбол у Зенита. Красиков принимает на сторону Зенита. Чем пользуется Иван Яковлев. И 34-32. Зенит побежает в первом сете. Красивая передача. Да, осторожничают теперь на подачи обе команды. Вторая очень близко на сетку. И в результате 5-2 в пользу Зенита. Вновь Руднев. Но на этот раз удалось пробить блок. По-другому даже не сказать. И в стартовом составе. Ну а теперь Кубе Дмитрий Шевляков вводит мяч в игру. И Федор Воронков организовывает хороший прием. Ничего не скажешь про передачу. Ну и тут тоже, конечно, особо комментировать нечего. Чем все закончится? Много обманных ударов. Евгений Севажелес посчитал, что никто не будет ждать его у сетки. Но... Неплохо. Нагайд с трудом принял эту подачу. Красиков в атаке из четвертой зоны. Но Ковалев вновь хорош на блоке. Ну вот совсем не было блоков. Как мы уже отмечали в первой партии. Будет выполнять подачу. Три нападающих у сетки сейчас. У хозяев площадки. А Вадим Ажиганов раз за разом заигрывает Вячеслава Руднева. Ногой Женя Гребенников оставляет этот мяч в игре. Что придумает Родичев. Похоть обманного удара не удалось. Сам себя простраковал Бабкевич. Обманный удар Федора Воронкова. Находит отклик. И тринадцатый очко для зенитовцев. Да, тринадцать шесть плюс... Андреан, а не мощная подача. Да, не плохая, но приняли хорошо. Атака первым темпом в исполнении Шевлякова. Контратака в исполнении Бабкевича на тройном блоке. И обманный удар достигает цели. Восемнадцать восемь. Огромная преимущесть у зенита в середине второго сета. И сам Владислав готовится к подачам. Не стал рисковать. Такой накат плотный от Бабкевича. Тем не менее, у волейболистов Санкт-Петербурга будет контратака. И это Евгений Севажелес, которому никак не удается забить. Большое преимущество у зенита. Двадцать один-двенадцать. Сафонов подает. Атака к Газпрому игры. Это был Алексеев. Повторная атака будет. Через четвертую зону. И вот здесь хорошая широкая передача. Крайне блокирующая совсем-то и не успевает. Переходящий мяч Ананев с Бабкевичем не сумели поделить. Для Сургута это шанс. Неудобно Алексееву. И вот Слободенек все-таки теперь единолично атакует по все тому же переходящему. И зарабатывает очко для своей команды. Отметим невыдушную и, может быть, даже редкую ошибку Жени Гребенникова. Не выпустил. И, ну, очевидно, что уже Раджаб не появится. Алексеева по максимуму включает в игру Кириллов. А теперь нужно похвалить Гребенникова. Прекрасная игра в защите. Тихонов в атаке из четвертой зоны. И на этот раз несколько шире, чем хотелось бы для него. Вы видите, он вынужден атаковать в падении. Ну и как-то логичным образом, как будто бы, ставится точка в этой партии. И еще одна очередная ошибка на подаче. Теперь уже в исполнении Ивана Скворцова. Ну и итоговые 25-17 во второй партии. Это Максима, помню, ну по всей молодежке. Поэтому для меня они все еще такие малюшенькие. Хороший перевод в левую от себя сторону от Шевлякова. И третью очко для Сургута, между прочим. Нельзя, наверное, говорить по ходу матча. Если так и будет продолжаться, то команде из Сургута придется провести еще две встречи с волейболистами «Зенита». Одну из которых ровно через неделю они проведут именно в этом зале. Да? Стало быть, может быть, они что-то готовят, сами знают что. Результативность нападения. 42% у «Зенита» и 38% у «Газпрома Югры». В общем-то, не слишком хорошие результаты и у тех, и у других. Тем не менее, «Зенит» 2-0 впереди. И вот после этой атаки Бавкевича и процент результативных атак увеличился. И подача-то хороша, гребельников не справляются. Да, хороша стык между принимающими. Без атаки остался «Зенит» и контратака волейболистов «Газпрома». Курбатов не забивает, «Титич» также не забивает. Абабкевич, хороший обманный удар. Да, и хорошее видение площадки. Вот тройной блок, наверное, был излишним, мне кажется, на эту атаку. Давайте посмотрим сейчас. Мог бы действовать попроворнее в защите и добежать до этого мяча. Но, тем не менее, не получилось. Эпизод уже завершен. И сейчас уже другой эпизод. И контратака в исполнении Андрея «Титича». Вернут этот мяч Саргутяне из-за судейской вышки Максим Кириллов. У «Зенита» фребов на стороне. И комбинация, которую закрывает Дмитрий Курбатов. Второй номер. Атака с задней линии у Воронкова. Осторожничает. Гребенников легко принимает эту подачу. И Ковалев-Сафонов разыгрывает комбинацию «Зона». И она приносит четвертую очко команде «Газпром-Юград». Неплохая, кстати, подача. И... И Ковалев. Великолепная высота. Да, нужно потворить Ковалева. Действительно, мяч уходил на сторону соперника. Неплохо, но справляется Собуденюк с приемом. Не забивает Родичев. И Титич, да. Да, Титич тоже. Раджаб. Раджаб забивает. И его подача. Нагаец принимает эту подачу. Раджаб в атаке. И очень хорошая атака. Совсем немного места ему оставили для атаки по линии. Но он воспользовался этим. И это Вячеслав Руднев. Подал неплохо. С трудом принял Воронков. Но на одиночном блоке Титич. И матч завершен. Да, Андрей Титич. Две великолепные атаки 12-го номера «Зенита» в концовке этого матча. И итоговая победа санкт-петербуржцев со счетом 3-0. Что же, регулярный чемпионат для «Зенита» и «Газпром-Югры» закончен. И прощаемся с вами. С вами сегодня был Евгений Леведев. И Юлия Жданова. Все доброго. Играйте в волейбол. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!